Доброе время! Сегодня мы с вами попробуем сделать домашний чай, в данном случае из листьев вишни. Эти листья вишни я выбирала самые молоденькие, затем я их помыла, высушила и положила в пакет целлофановый, завязала плотно и положила в морозилку на двое суток. Теперь у нас ферментация проходит, лопаются клеточки и выпускают свой аромат во время как они находились в морозилке. Теперь я беру морозовые листики и начинаю мелко резать в форме чая эти листики. И складываем на лист противня. На лист противня я положила пергаментную бумагу, для того чтобы это высушивалось лучше. Сушить будем в духовом шкафу. Кто-то сушит в сушилочках специальных электрических. У меня нет такого приспособления. У меня есть обычная электрическая духовка. При температуре 40 градусов. Я буду сушить где-то час. Потом выключу духовку. Она постоит немного. Переворошу листики. Потом опять включу на 40 градусов духовку. И до полного высыхания. Другой способ изготовления этого же чая. Тоже вытаскиваем листики из морозилки. Берём листики и делаем руками. Вот такие вот колбаски. То есть здесь это тоже формитация идёт. И складываем в миску. То есть в это время, пока мы крутим эти колбаски. У нас идёт аромат. Выходит, отдаёт листик свой аромат. То есть при сушке он будет сохранять этот аромат. И когда мы будем заваривать чай. Этот аромат будет отдаваться в чай. И мы будем с наслаждением пить ароматный чай со вкусом вишни. И вот таким вот образом мы все листики скручиваем. Затем после того, как мы всё скрутим. Мы эти колбаски будем разрыхлять и складывать опять на противень. И опять же в духовку на 40 градусов. Таким же образом, как и первый случай. Просто здесь будут листики как бы немножко разворачиваться. И быть похожими на настоящий чай. Листовой. Вот таким вот образом. Делаем листики вишни. Под руками они ломаются. Хрупкие, морозовые. На пробу я собрала немножко смородины. У меня на огороде её нет. Поэтому там маленький молоденький кустик. То же самое я делаю с листиками смородины. Вот такие вот колбаски. Ну и сделаем на пробу. Посушим. И потом попьём чай. Вот такие вот колбасочки. Выкладываю так же это всё на противень. Я уже собрала и заморозила листья малины. Поступаем с ними тоже так же. Это получится домашний чай из листьев. Полезные очень. Свойства их полезные. То же самое что и в ягодах. Жаропонижающие. Тонизирующие. По вкусу можно добавлять плоды. Сушёные плоды шиповника. Боярышника. Может быть сушёную землянику или клубнику. Это по желанию. И у вас будет тогда смесь. Букет так сказать вкусов различных. Но это на всё усмотрение. Можно также сушить и листики мелисы. Мяты. Чабрец. И добавлять. И будет очень полезный чай. Итак. Мы высушили наши листочки. Вот они. Листики вишни. Листики малины. И вот тут немножко листиков смородины. Теперь посмотрим что у нас получилось. Сейчас возьмём заварочный чайничек. И попробуем заварить. Берём наши листочки. Это у нас вишня. Берём листочки малины. Отдельно я высушила цедру апельсина. Добавим сюда цедру апельсина. Зарьём это кипятком. Закроем крышечкой. И дадим настояться. Вот такой вот насыщенный цвет получился у нас. с нашего чая. Аромат очень хорошо. Преимущество пахнет вишня. Очень пахнет вишенкой. Сейчас я попробую. Очень приятный на вкус. Можно добавлять мяту. Можно пить с мёдом. По желанию. Как хотите. Очень вкусный. Насыщенный. Причём я чувствую здесь больше вкус вишенки. И малины тоже. Смородины здесь было маловато. И запах апельсинчика. Очень приятный напиток получился. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр. До новых встреч.